Пожарная спасательная служба Пожарная спасательная служба Пожарная спасательная служба Пожарная спасательная служба Сегодня на базе детских оздоровительных лагерей поселка Снежная долина прошли плановые пожарно-тактические учения Благодаря умелым действиям совместной администрации лагеря и пожарной части поселка Снежный эвакуация прошла на должном уровне В Снежном за считанные минуты все находящиеся в помещении покинули здание В энергетике задача была сложнее Воспитатели не дочитались одного подростка и пожарные начали экстренно его искать Благодаря слаженной работе специалисты справились на должном уровне Ребята поделились своими впечатлениями об эвакуации Ощущение очень необычное, такое конечно происходит первый раз Если представить, что это происходит не в такой обстановке, довольно страшно, наверное Но так довольно весело было Сегодня проходит акция «Ханикулы с общественным советом» 10 июня для ребят из детско-юношеского движения «Юнармия» состоялась экскурсия в городском отделении полиции Сотрудники оперативных служб рассказали об основных принципах работы Показали места временного заключения для правонарушителей общественного порядка Дежурную часть и тренировочный зал Также они продемонстрировали детям несколько приемов борьбы, которые используются полицейскими при пресечении различного рода правонарушений Ему сейчас больно, да Отсюда берем либо за отворот, либо за челюсть И вот таким вот образом ведем туда, куда мне надо Он уже от меня никуда не денется Воздействуем на кисть Выжимаем нож Руку за голову И уводим Кроме этого, ребятам дали возможность показать свои навыки по сборке и разборке оружия Некоторые даже набрались смелости, чтобы собрать автомат закрытыми глазами Конечно, на данный момент практики у них немного, но благодаря командной работе им удалось быстро достичь результата Майор внутренней службы Тимофей Жаков поделился с нами своим мнением о значимости проведения данного мероприятия Я думаю, что акция проходит в первую очередь, чтобы, скажем так, показать людям работу полиции, в принципе Рассказать о ней, формировать общественное мнение о работе полиции городской, нашего областного центра Ну и опять же, можно сказать, ранняя профориентация, я как кадровик могу сказать, что возможно эти детишки клуба «Подвиг» придут к нам на службу Действительно, может быть, многие ребята свяжут свое будущее с полицией Возможно, встреча с кинологом и его собакой Багирой натолкнет их на эту мысль Багира помогает находить различные наркотические вещества и знает множество команд Она также очень ласкова и поэтому сразу же полюбилась ребятам Можно точно сказать, что данную экскурсию провели не зря и у участников остались только приятные впечатления В заключении этого мероприятия в преддверии Дня России дети запустили в небо воздушные шары в цветах российского флага За чистоту лесов и рек в ответе каждый человек В Магадане у городского парка состоялся старт-митинг девяти экологических отрядов «Здравствуй, лето 2021» Их ежегодно проводят на протяжении 20 лет Выступают отряды за чистоту и сохранение колымской природы Более двухсот ребят в течение всего лета будут работать на территории города Так чем же занимаются экоотряды? Раз, два, три, четыре! Кто шагает? Дружный отряд, экологический отряд! Умные, веселые, всегда мы тут как тут! Страны по экологии нас не победут! Работа будет многогранна Это не просто уборка города, каких участков, береговой линии Для того, чтобы наш город был в самом деле красивее, чище Но ребята будут еще заниматься изучением истории нашего города, краеведением Ну и, конечно, отдыхать и играть Потому что лето – это и есть каникулы И детям необходимо, конечно, отдохнуть На мой взгляд, это очень важное движение сегодня, которое еще и психологически, и образовательно готовит наших детей к отношению к родной малой родине К тому, что мы любим, чтобы беречь все окружающее, беречь природу Экологи изучат богатство и многообразие лесных и водных биоресурсов Благоустроят пришкольные территории, изучат историю родного края На старт митинги отряды прочли свои речевки и девизы, а также показали плакаты Призыв сохранить чистоту города и магаданскую природу Наши плакаты означают то, что мы должны беречь природу, мы должны защищать природу Мы убираем мусор, мы не взяли с собой шарики, потому что мы их не выпускаем Птицы питаются всяким потом мусором Мы продолжаем и будем продолжать до тех пор, потому что мы очень любим природу, особенно нашу северную, ранимую Мы всех призываем, даже вот эти вот наши цветы любимые, которые у нас расцветают наконец, мы их так любим И не хотим, чтобы их срывали, чтобы они радовали нас всех В рамках городского конкурса «Твой след на земле» экологическим отрядам предстоит большая и интересная работа Самых активных участников и победителей наградят грамотами и призами В Магадане установили первый умный домофон Жильцы дома 11.69 по улице Наровчатова теперь смогут открывать дверь в подъезд не только обычным ключом, но и удаленно при помощи телефона Достаточно лишь установить мобильное приложение Также можно будет создать специальный одноразовый код, который будет открывать дверь курьером или гостям Нету, допустим, электронного ключа мне может пройти Здесь либо можно с помощью приложения, либо есть возможность сгенерить код, вот 24231 Вы просто можете этот номер сказать этому человеку, он наберет также этот код и также может попасть внутрь Он всего в течение суток действует, то есть и постоянно обновляется Вы можете даже его удалить спокойно С помощью приложения можно будет увидеть все три камеры, которые находятся в умной режиме Камера номер один, который показывает подъезд, камера номер два самого домофона И камера три, которая находится внутри самого подъезда Как сообщили вечернему Магадану в Ростелекоме, цена за обслуживание такого домофона не будет сильно отличаться от обычного Сейчас его установили бесплатно, потому что это пилотный проект, который создан для того, чтобы показать все преимущества программ Этот сервис не только упрощает жизнь человеку, но и обеспечивает безопасность жильцам Куда бы вы ни шли, переход укажет вам безопасный путь Водитель, пропусти пешехода Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok